У меня всё готово! А чтобы рассказать вам, уважаемые телезрители, о самых важных и интересных событиях. Я Марина Бартинева. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Армавир растёт и развивается. Об этом мы не только говорили 24 сентября на расширенном планёрном совещании в мэрии города. Подробности в выпуске новостей. По дороге в ад. Приключения армавирской девушки закончились её изнасилованием. Кто пытался замять это дело, узнала Юлия Чернышёва. В мэрии прошло расширенное планёрное совещание. На этой встрече речь шла не только о текущих проблемах, но и перспективах развития нашего города. С подробностями из конференц-зала Наталья Замора. Хорошие новости. Именно с них начал мэр Андрей Харченко. Армавир – город, в котором рождаются сказки. Нет, мифология здесь ни при чём. Так называется новый детский сад в хуторе Красная Поляна. Ещё одно новоселье для детворы запланировано в другой части города, в микрорайоне Северный. Но там долгожданное действие произойдёт чуть позже. У северян детсадик вдвое больше Краснополянского. Он рассчитан на 280 мест. Не забывает власть и про здравоохранение. Во всех городских поликлиниках проходит ремонт. Есть и другие новости. Скоро будет введён в строй сердечно-сосудистый центр. Говорили на планёрке и о проблемах. Большая нехватка врачей. И задача, которая стоит перед нами, это приобретение и предоставление жилья для наших медиков. И вот буквально, наверное, на следующей неделе завершится конкурс на приобретение нового жилья. Мы будем закупать три квартиры для медиков. Которые мы планируем пригласить для работы в городе Армии. И три будем предоставлять из нашего муниципального жилого фонда. Для того, чтобы каким-то образом начать эту проблему, сдвигать с мёртвой точки. С тревогой отмечались проблемы, связанные с преступностью в городе. За последнее время произошло несколько случаев угона машин, торговли контрафактом, отмечено несколько случаев мошенничества. Практически каждое преступление связано с просягательством имущества граждан. Учтено 7 грабежей, 3 неправомерных завладений транспортом, 92 кражи и 40 фактов мошенничества. Основной массив имущественных преступлений связан с кражами чужого имущества. При этом 24 связаны с завладением сотовых телефонов, 14 запряжены с покминовением жилища граждан. В промышленности Армавира есть позитивные перемены. По темпам экономического роста мы среди городов краевого подчинения на первом месте. Показатели промышленной деятельности и обрабатывающего производства достойны хорошей оценки. В этом году в первом полугодии объем производства, который на продукте составил 4,6 млрд рублей, при росте составил 17% на фунтах. Производительность труда на одного работника составила 754 тысячи рублей, 208%. В целом положительную генамику обеспечили подрасль машиностроения и металлобработки. В заключительной части совещания речь пошла о подготовке празднования 173-летия Армавира. Главная интрига праздника – кто же украсит гала-концерт своими выступлениями, пока информация сохраняется в тайне. Наталья Замора, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. В Армавире появится свой Диснейленд. Парк построят во время реконструкции района, прилегающего к водохранилищу рядом с Кубанью. В создание городской зоны отдыха и развлечений инвестор уже готов вложить около 900 миллионов рублей. Проект предусматривает создание парка со спортивными и конно-спортивными объектами, обычными и водными аттракционами, прогулочной зоной не только. Инвестор уже найден. Он планирует вложить в него 900 миллионов рублей. Причем речь идет не только о создании зоны отдыха. Будут реконструированы гидротехнические сооружения, водохранилища и очищено его дно. 15 сочинских побед пока не на Олимпиаде. Армавир заявила себе на 11-м международном инвестиционном форуме «Сочи-2012». Подробности о победных проектах в следующем материале выпуска. Армавирская делегация во главе с мэром Андреем Харченко после длительной и серьезной подготовки прибыла в Сочи со своими идеями. На инвестиционной площадке были представлены 15 проектов, имеющих важнейшее значение для нашего города. В ходе переговоров, которые длились не один день, заключены соглашения с инвесторами о реализации всех 15. Общий объем инвестиций в экономику Армавира составит около 11 миллиардов рублей. Среди самых ожидаемых социальных проектов выделяется строительство нового жилого комплекса. Это новый микрорайон города Армавира, это жилая застройка, там планируется развитие инженерной инфраструктуры, социальных объектов. Этот проект предусматривает строительство и реализацию его в течение трех лет с объемом инвестиций порядка 4,5 миллиарда. Это будущее города Армавира. Соглашение подписано на участок территории, а вообще сегодня город на перспективу планирует там масштабное строительство. Благодаря форуму в Армавире в будущем году появится торговый центр «Красная площадь» стоимостью 2 миллиарда рублей. Такие проекты имеются в крупных городах края, теперь будет и у нас. В сельскохозяйственной и производственной инфраструктуре появится тепличный комплекс площадью 10 гектаров стоимостью более 1 миллиарда рублей, нефтебаза 1 миллиард рублей и новый машиностроительный завод, сумма инвестиций в который составит 815 миллионов рублей. Эти проекты станут залогом роста экономического и социального благосостояния армавирцев. Армавирский бизнес заговорил на языке Поднебесной. Наш город посетила делегации из Китая. В программе «Визит» обсуждались условия развития отечественного машиностроительного комплекса и энергетики. Зарубежная делегация выразила готовность к сотрудничеству и посетила несколько объектов Армавира. Гостей сопровождала в том числе и Дарья Топчева. Первым объектом, который посетили члены делегации, стала Армавирская теплоэлектроцентраль. Экскурсию по ее территории провел лично Олег Лучков, генеральный директор Армавирского завода тяжелого машиностроения. Иностранные гости, китайские бизнесмены внимательно ознакомились с оборудованием ТЭЦ, активно интересовались особенностями ее работы в условиях российского климата. Приоритет работы станции – электроэнергия или тепло, продолжительность отопительного сезона в городе. Эти и другие вопросы адресовали гости через переводчика Олегу Лучкову. Зарубежные коллеги были приятно удивлены объемом вырабатываемого тепла электростанции. А посетив помещение, где находится главный щит управления, единственная женщина, член китайской делегации, отметила отличное состояние оборудования, возраст которого насчитывает несколько десятилетий. Столь пристальное внимание понятно, зарубежные коллеги нацелены на сотрудничество и финансирование объекта. В частности, реконструкцию электростанции, новые объекты которой планируют возвести рядом с нынешней. Олег Альбертович проводил делегацию на предполагаемое место строительства. При этом отметил, что его можно вести практически в течение всего года, за исключением периода сильных морозов, которые в нашем регионе непродолжительны. Далее делегация из Китая в сопровождении Олега Лучкова и главного инженера Александра Пилипенко посетила Армавирский завод тяжелого машиностроения. Объемы производства и качество выпускаемой продукции произвели на зарубежных коллег большое впечатление. Во многом это результат профессиональной деятельности руководителя предприятия Олега Альбертовича, за годы работы которого Армавирский завод тяжелого машиностроения сделал огромный шаг вперед. Уверенно удерживающий позиции он принимает активное участие в программах краевого уровня. По приглашению Союза машиностроителей Кубани на Кубань прибыла делегация из китайских предпринимательных бизнесменов, которые включают в себя представителей госкорпораций, инвестиционных компаний, энергокомпаний, для того, чтобы рассмотреть возможность участия в строительстве и финансировании ряда объектов на территории Краснодарского края. Это энергообъекты в городе Краснодаре, это строительство литейного цеха на Точмашприборе, это реконструкция нашей ТЭЦ, это различные технологии для ЗТМ. Привлечение новых технологий и финансовой поддержки зарубежных коллег позволит подняться промышленности и энергетики города на более высокий уровень, а значит улучшить качество жизни населения. Дарья Топчева, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. Железнодорожные безбилетники. Армавирцы не смогут предварительно бронировать и покупать билеты на поезда. Руководство РЖД вынуждено приостановить продажу с 26 октября. Запрет носит временный характер и связано с возможным возвращением в Россию зимнего времени. Если депутаты одобрят проект, то в конце октября придется корректировать расписание и графики движения всех поездов, как пассажирских, так и грузовых. Инициатива об отмене перевода часов с летнего на зимнее время принадлежит премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Напомним, в 2012 году Россия в последний раз перевела часы вперед. Сделано это было 27 марта. На осенней сессии депутаты Госдумы намерены отменить перевод часов навсегда. Преступление и наказание. Беспрецедентный случай. Два адвоката из четырех отказались защищать в суде Армавирского насильника. Преступник – известная личность в определенных кругах. До последнего был уверен в своей безнаказанности, но правосудие свершилось. Остальные подробности громкого дела в репортаже Юлии Чернышовой. Этим ножом приставила в горло все это. И сказала, что если я не получу, что хочу, что ты сейчас делаешь все, что я захочу. Ты отсюда живой не уйду. Будешь сопротивляться, будешь тому что-то делать. Я тебя привержу, я тебя как семью вырежу. И что хочу с тобой сейчас сделаю. И начал потом водить лицом, лезвивым ножом по лицу. Эта запись сделана во время следственного эксперимента. Ей снова приходится вспоминать пережитые. Как били, издевались, все начиналось мирно. Девушка пришла на встречу с работодателем. Тот назначил собеседование у себя в машине. Аргументируя это ненормированным графиком. Знакомство, затем прогулка на авто. Потом неожиданный поворот в событиях. Спутник насильно отвез ее сначала в гости к другу. Там напился. Вечеринку решил продолжить в лесу за городом. Теперь понятно, ему не давало покоя, что эта безработная отказала ему в ласке. От этого пришел в ярость. Я умоляла, чтобы не трогала, чтобы действительно... И после этого выезд в сторону деревни... Сейчас... То есть, я так понимаю, что он уже ехал, уже знал, в каком направлении. То есть, была аспортирована дорога. Следователи, видавшие не такое, слушая показания, девушки были поражены степенью жестокости насильника и его уверенностью в собственной безнаказанности. И сказал, что я тебе, ладно, так уж и быть оставлю в какой, но, может быть, через 2-3 дня я тебе позвоню за тоску, за тобой, то тогда я тебя наперу. И попробуй только мне отказать в этом. Судом был вынесен объективный и справедливый приговор. Лицо, совершившее изнасилование, было признано виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет. На этом события не заканчиваются. Дело в том, что знакомство с этим влиятельным армавирским предпринимателем посоветовала лучшая подруга. Позже, в ходе судебного разбирательства, девушка давала показания в его пользу. Сейчас, так называемую подругу, обвиняют в даче ложных показаний в суде. Юлия Чернышева, Александр Жирилеев, служба новостей Армавира. Праздник на вкус. В минувшую субботу посетители одного из супермаркетов «Эконом» ждали угощения. На празднике сладкоежек, полакомиться тортами, пирожными и кексами мог каждый дыре топчиво не удержалась. Масляные, творожные с натуральными фруктами, кексы шоколадные со сгущенкой, восточные сладости, песочное печенье, торты, пирожные, эклеры. И все это от кулинаров сети супермаркетов «Эконом». Но разве можно устоять против такого аромата и вкусностей? Уважаемые покупатели, сегодня для вас, для всех сладкоежек города, «Эконом» устроила праздник, дегустация своей продукции. Многообразие представленной продукции поставило сладкоежек перед непростым выбором. На таком празднике могут потерпеть фиаско даже самые строгие диетологи. Видимо, так оно и было, если судить по наплыву гостей и натиску на столы со сладостями. И в самом деле, пройти мимо было просто невозможно. По мгновению ока ради дегустации сплотились покупатели разных возрастов. Что же выбрали посетители? Какой кусочек, на их взгляд, самый лакомый? Я выбрала вишневый торт, он очень вкусный. Медовик из киви. Как тебе? Вкусно очень, спасибо. Я как бы еще ничего не попробовала, но меня это заинтересовало. Выглядит все очень аппетитно. У сотрудниц супермаркета не было свободной минутки. Поток желающих попробовать торты, кексы, пирожные не убывал. Слова благодарности и просьбы положить еще кусочек – самые верные доказательства качества производимой пекарни «Эконом-продукции». Наша пекарня – это молодое, но динамично развивающееся предприятие. Залогом нашего успеха является умение и труд наших работников, а также наша работа с экологически чистым и натуральным сырьем. Наша цель – это качество и индивидуальность. Поэтому наши продукции вы можете найти только на прилавках сети супермаркетов «Эконом». Сладкий праздник был приурочен ко дню города. Похоже, он удался. Ведь все после дегустации ушли сытыми и довольными. Побольше бы таких сладких событий. Дарья Топчева, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. Поколению «Некст», прикованному к социальным сетям и всемирной паутине, брошен вызов. Детей, увлеченных виртуальным миром, зовут на спортивной площадке. В Армавире прошел первый этап спортивного фестиваля «Здоровое поколение». Юлия Денишкина заодно с теми, кто готов поменять гаджеты и джойстики на гантели, мячи и скакалки. Фестиваль под названием «Здоровое поколение» столь же юн, как и его многочисленные участники, но уже успел завоевать сердца городских мальчишек и девчонок. Где, как ни на спортивной площадке, продемонстрировать свою силу, ловкость и меткость. Для участия в спортивных играх отбирались самые-самые. В каждой команде 4 человека. 17 команд и, соответственно, 70 участников. Соревнования состояли из шести позиций. Завершающей стали коллективные прыжки на скакалке. Детей привлекаем, в общем-то, заниматься спортом. Я думаю, что это только им добавит положительных эмоций. Потому что сегодняшний день виден по их лицам, по реакции, как им даются эти соревнования, какое удовольствие доставляют. Команда победителей удостоится права представлять свой город на соревнованиях краевого уровня. В столице Кубани. Юлия Денежкина, Александр Пензев, Служба новостей Армавира. Об этих и других событиях вы также сможете узнать в любое время суток на сайте в интернете www.media.tv Там же вам доступна видеоверсия, информационная программа. А на форуме о медиагруппе можно предложить волнующие вас темы для репортажей. На этом выпуск завершен. Далее традиционный метеопрогноз. Я же прощаюсь с вами и желаю только самых добрых новостей. До встречи на телеканале ТНТ Армавир. Одежда ведущей предоставлена магазином женской одежды «Гюзела Классик». Улица Мира, 51. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ТНТ Армавир.